эфир идет коллеги приветствую я александр молчанов и это очередная 8 по счету сценарная онлайн конференция кто меня видит кто меня слышит напишите пожалуйста в чате отметьте в чате что вы видите и слышите сейчас я трансляции поделюсь в вконтакте и в телеге нет в телеге я отсюда прям не могу ладно народ подключается 10 00 если вы в прямом эфире смотрите то напишите в чате просто чтоб я видел что вы нас видите и слышите а программу так давай-ка я еще программу в описании видео добавлю программу 1 блока сейчас ребят вот я вижу да народ там пишет потихоньку в чате да все вот полетели комментарии коллеги значит смотрите формат такой каждое выступление будет продолжаться программу вы видите в описании видео примерно 50 минут и затем 10 минут ответы на ваши вопросы и просьба если вопросы по ходу возникают задавайте их сразу не ждите не ждите вот этих последних 10 минут почему потому что так всегда бывает да люди берегут вопросы на потом идет небольшая задержка мы заканчиваем разговор я смотрю там есть какие-то два-три вопроса или задаю вопросы от себя какие-то вот и мы заканчиваем эфиры начинают сыпаться вопросы у нас уже в эфире следующий спикер поэтому прям по ходу если что-то возникает у нас мероприятие не не отчетно выборные все я надеюсь что пройдет более или менее свободно и неофициально а вот и если будут какие-то косяки если будет вылетать интернет потому что у нас есть люди будет два включения из лос-анджелеса будет там люди из гостиниц выходить там из такси и так далее так далее да то есть такая сложная логистика обязательно чего-нибудь кто-нибудь не вы не сможет выйти в эфир еще что-нибудь будет а вот это это будет обязательно это каждый раз происходит вот но что называется рок-н-ролла без лажи не бывает я считаю что в этом тоже есть какое-то определенное обаяние и начинает у нас сегодня наш наш разговор собственно мое непосредственное начальство вот вы хотели хотели увидеть а есть ли у молчанова начальник вот он президент гильдии кинодраматургов союза кинематографистов алексей лишковский лёша привет привет значит добавляю снова конференции да 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 спасибо мы обозначили нашу тему тему нашего разговора как современный герой да то есть что кто что такое кто такой современный герой каким он должен быть но я думаю что это может быть какой-то отправной точкой а в целом мне кажется что нам надо важно вообще обсудить и вообще понять где мы находимся сейчас что у нас происходит да не уходя в какие-то там в политические плоскости в геополитические наше дело маленькое наше дело заниматься творчеством делать кино но при этом мы должны понимать собственно а что происходит и чего нам ждать потому что очень многие люди меня спрашивают типа александр зачем учиться писать сценарий все русского кино больше не будет и у меня по этому поводу другое мнение как ты оцениваешь ситуацию что сегодня происходит в российском кино но на самом деле ситуация в российском кино она прямо связана с ситуацией которые вокруг вокруг нас и понятно что кино в кризисе понятно наверное что она вряд ли может исчезнуть потому что значит еще владимир ильич сказал что кино это важнейшее из искусств и понятно что она действительно создает нацию можно так сказать даже громко наверное и исходя из этого кажется что кино конечно существовать будет потому что чтобы не происходило вокруг собственно говоря любая нация должна себя осознавать должна рефлексировать над тем что с ней происходит как жить дальше и так далее потому что меня всегда удивлял такой феномен когда мы жили в советском союзе практически за решеткой и при этом было совершенно замечательное кино мы мечтали о свободе свободу мы получили что превратилось кино мы в общем все видели даже сказал лёш я бы даже сказал что советское кино дважды становилось лучшим в мире то есть двадцатые годы там условно говоря с 26 по 29 год это было лучшее кино в мире и шестидесятые годы то же самое мы били просто обходили всех как как стоячих я думаю это потому что наше кино имело отношение к реальной жизни сейчас сказать такое довольно тяжело нет есть разумеется фильмы замечательное но сегодня я бы не мог сказать что существует вот такой российский кинематограф как существовало там и французское кино новой волны значит голливуд золотого века или или сегодняшний сегодняшняя сериальная америка да или польское кино там время времен когда условные оттепели да вот у нас сейчас как-то все не очень не очень понятно как вот смотри давай вот по-взрослому как на духу как с бутылкой водкой как будто вот мы сидели с тобой бы как бы разговаривали вот смотри есть русский арт house лютый бешеный который в общем на самом деле ну имеет полную свободу самовыражения просто никаких ограничений абсолютно никто не хочет смотреть этот арт-хаус и есть что называется патриотическое кино и там тоже ей там есть очень неплохие фильмы да но там не за 28 панфиловцев например хорошая хорошо крепко сделаны кино но большая часть этого патриотического кино это это ух как бы вот хочется сказать слово высер но интеллигентность внутренние не позволяет поэтому вот ищу какой-то аналог да потому что фильмы типа зоя типа т-34 ну это ну как бы это стыдно да то есть если ребята если вы занимаетесь пропагандой ну занимайтесь ею на уровне эйзенштейна вот почему почему так получается почему или арт-хаус абсолютно несмотребельный или патриотическое кино тоже несмотребельное ну я бы сказал что между этими полюсами слава тебе господи есть много нормальных фильмов и есть и замечательные сериалы вот и вообще конечно не все так плохо но с точки зрения действительно вот какого-то кинематографа как цельного такого явления на релевантного эпохи что ли по урожаясь как это действительно было у нас вот теперь там и так далее да и все же 20 вот это этого нет и отчасти это конечно проблема сценарного образования нельзя это не сказать потому что я тут читал ну не этично было бы называть вот но скажем так сценарий на миллион и это был просто какой-то ужас и я даже не понимаю как значит это может быть это какая-то загадка да вот но так сказать не во всем можно винить людей если какие-то достаточно очевидные вещи они остаются непонятными да вот я вот сейчас провел первую такую киношколу нашей гильдии в барнауле и у нас программа мастер-классов там шесть мастер-классов люди слушают им интересно и один из них который проводит катя шагалова посвящен собственно говоря ну как я его условно называю систему станиславского за полтора часа потому что на самом деле когда люди не понимают как как выстраивать сцены научить это невозможно они может быть там методом научного тыка что-то получится но смысле ремесла я знаю там вот очень известный режиссер тоже не буду называть когда-то в каком-то интервью говорит то получается сцена то не получается а почему понять невозможно я думаю батюшки а как же это это конфликт конфликт структура тема станиславского в конце концов ведь это действие и контрдействие в чистом виде да вот и все и все эти там сверхзадачи если это представь если бы инженер который строит дом он бы говорил вот иногда дом получается иногда вот не в настроении и построишь думал вот 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 и и у нас в каком смысле с кинематографом ситуации как фильме дурак если пользоваться своими надо к большому сожалению при 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 этом разумеется блестящие совершенно истории есть их становится все больше его и вообще у нас как как мне давно кажется сериала строение что чуть ли не на третьем месте в мире там после америки англии да я согласен с этим вот ну там правда есть есть и корейские замечательные сериалы но это немножко другая все-таки культура как 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 какими бы мы там евразийцами не не были мы все равно конечно в смысле кино мы мы и породили отчасти западное кино и в общем так сказать не отчасти а тупо да в нем в нем существуем вот хотя хотя наверное эти границы будут стираться и это только к лучшему но да да но вот смотри у меня вообще такое ощущение как будто вот ну что-то как будто вот электричество не проходило да то есть как бы провода есть а электричество нет из-за этого лампочка не светит то есть вот вроде бы все есть ничего ничего не запускается при этом вот мы это видим что где-то рядом есть какие-то островки где жизнь прям вот где эта лампочка светится да как например театр новой драмы да вот там появилось что-то в театре док засветилась там какая-то лампочка и раз и вокруг этого сразу быстро быстро начали расти имена имена пьесы 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 пожаром пошли по стране или каляда да вот он засветил свою лампочку у себя и вокруг него там просто оазис да и вдруг оказалось огромное количество талантливых людей которые все время что-то делают а вот здесь здесь то что денег 100 бухано да при этом что мы понимаем что люди то талантливые есть посмотри на те же сериалы да и сценаристы почему-то киношники ноют все время да нет сценаристов нет сценаристов вот а в сериалах там все нормально там есть сценаристы они обеспечены работы они все ездят надо на хороших машинах да у них дети учатся в хороших учебных заведениях они живут в хороших квартирах и они пишут классные истории то есть здесь можно все это видимо можно все это отладить да просто вот что-то не хватает какой-то я не знаю правленческого толчка или еще мировоззренческого может быть ну я думаю это и того и другого и в общем надо сказать что вот сейчас я работаю в этом году очень плотно и дай бог чтобы наше общение продолжалось и совместно работать с фондом поддержки регионального кино и наша задача по сути помогать организовывать региональные кинокластеры те же самые истории вот как ты привел в пример док коляду и так далее вот только в кино это тоже может организовываться на местах причем это не какие-то там утопические мечты а якутский феномен показывает как это замечательно может работать как можно за копейки практически снимать фильма зарабатывать на них реинвестировать так сказать развивать все это региональный кинопроизводство совершенно замечательным образом и они снимают отличные мотивирующие фильмы которые на которые там публика валит и в принципе я думаю это может и должно начать происходить везде тут действительно важен импульс вот мы с барнаульскими ребятами начали вместе по сути придумали историю зародыш который я привез так сказать с собой и мы еще летом на алтае значит придумывали ее более или менее мы планируем эту историю написать вместе представлять на пичинге дай бог снимать на алтае и так далее и потихоньку начинать потому что есть молодые ребята мотивированные и надо показать какие какие-то возможности какие-то лифты потому что обычно стоит кому-то что-то снять приличное у себя дома как он тут же мчится в москву есть такой а и тут совершенно не некого и не в чем упрекать но если если человек будет видеть что ему дома то и проще и лучше и удобнее вот это наверное будет правильная какая-то история и тогда россию которая существует в реальности не будут выдумывать в москве вот потому что мы действительно я уже давно говорю что последние годы я езжу много по россии мы не знаем свою страну вообще это так вот и и надо прорубать окно в россию да это очень хорошая мысль и на самом деле же вот этот взрыв в кино в двадцатые годы да когда огромное количество каких-то имен новых появилась он связан с тем что в кино пришли люди из самых разных профессий то есть это был просто пылесос который втягивал людей естественно большая часть из них отвалилась где-то да но лучше из лучших составили собственно костяк и славу советского кино и вот здесь тоже я я про это много думал да то есть я видел меня как бы было три уровня жизни до один уровень это там 17 до 17 лет в деревне всем же да потом 10 лет в вологде и потом оставшуюся до настоящего дня в москве да то есть я видел жизнь деревни видел жизнь города и видел жизнь столицы и я вижу как сейчас меняется все в деревне то есть там есть вайфай везде то есть там не starlink но там просто люди не не всегда умеют установить пароль на свои вайфай вот и в итоге ты можешь идти по улице и поймать у кого-то вайфай незапароленный и ты видишь идешь и видишь там стайка мальчишек сидит с телефонами значит здесь месторождение вайфая незапароленного на вот и они снимают кино на телефон они снимают кино это выглядит конечно не ну не понятно что это не спилберг да но прям хоррор в школе вечером бегают там какие-то чудовища за ними гоняются да прям вот и мне кажется что этого просто должно быть 10000 таких 10000 школ где 10000 школьников снимают кино и тогда мне кажется что мы прям можем можем очень сильно да 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 и вот мы сейчас планируем развивается ассоциацию региональных киношкол как как раз с тем чтобы дать эти самые профессиональные лифты когда мы могли бы на конкурсной основе собирать какие-то мастерские потому что невозможно научить всех как куда выбрать лучших учеников чьи работы могут выйти на питчинге и по взрослому совершенно предметно развивать эти проекты вот так сказать задача которую мы перед собой ставим это вот собственно сейчас проходит сценарная лаборатория формула пути в фонде нашем как раз я там художественный руководитель это в общем то чем мы и занимаемся там только там мы выбирали какие-то готовые проекты готовый сценарий который надо было доводить и докручивать а здесь мы предполагаем работать с какими-то заявками возможно и с нуля вот поэтому это вот так сказать думаю достаточно полезный может быть опыт для всех и во всех во всех отношениях болен у меня сейчас возникла мысль сделать и упаковать такую бесплатную франшизу киношколы региональной то есть но разработать пакет документов до программу все документ все чек-лист что делать чтоб ты и его можно не не продавать да а просто отдавать бесплатно что вот типа ребята это кстати совершенно блестящий день на мой взгляд это та инициатива которая должна быть наказуема поэтому если ты к нам присоединишься вот с этим как раз проектом от вам прекрасно давай мы это обдумаем потому что я в принципе ну как бы у меня была мысль ее сделать да но мне опять же не очень нравится ну как бы некая некая без превращение в бизнес да то есть когда начинает начинаешь думать да а как это окупится или еще что-то да если это делать именно как такой пропагандистский до пропаганду киноискусства да да я готов это делать замечательно замечательно это просто вообще честно говоря твоя конференция начинает дарить сюрпризами так сказать самого начала я я надеюсь что мы этим просто очень плотно займемся взять взять просто смотри предложить кому-то из ребят меня там много ребят из регионов из уфы есть так такие боевитые ребята да из красноярска из йобурга вот и сказать вот давайте мы возьмем там двух трех человек они запустят киношколы у себя я допустим возьму на себя методическое какое-то руководство да а всю бизнес-модель они пусть на себя берут да да суть как получится окупаться не получится там до 5 человек придет пять человек вот мне кажется что прям может интересно да мы мне мне этот схем кажется и красиво и честно и действительно так сказать социально ответственной в лучшем смысле этого слова да 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 есть тогда это мы договорились я после конференции немножко когда отойду возьму дам объявление выберем двух трех человек и на их примере будем эту штуку отрабатывать соберем пакет и потом дальше просто можно будет продвигать в регионы я думаю мы в скором времени может быть там в течение пары недель попробуем сделать большой зум как раз представителями региональных киношкол вот и соответственно я тебя приглашаю практически первым вот и мы это все как раз сможем обсудить я надеюсь что вот наш разговор к тому времени уже многие послушают как бы и какие-то свои представления и пожелания у всех будут вот потому что я уже слышал что есть опасения что там опять там москвичи чего-то подомнут на это начнут какое-то общее общее образование делать кого-то чего-то заставлять нет это совершенно бессмысленное занятие никто этим никто этого не собирался делать наша задача дать дать возможности прежде всего а не вмешиваться в чужую там образовательную политику в расписание занятий и прочее это как бы смысла никакого не имеет ну да да вот так 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 что так что да прекрасно кстати кстати к слову сказать мы объявили конкурс истории причем именно истории они готовых сценариев это и так далее этот конкурс называется донбасс человеческое измерение это условие конкурса можно посмотреть у нас на сайте можно набрать гильдия сценаристов рф по-русски или cinema writer ru в общем это все все видно и как раз мы приглашаем любых абсолютно авторов у кого есть такие истории это могут быть истории свидетелей происходящего там это могут быть какие-то рассказы это могут быть и заявки на сценарий если есть готовый сценарий тоже как бы или рассказы ничего плохого нет потому что эта история как раз после конкурса будет продолжена в киноакселераторе на котором мы будем разрабатывать 4 или ну если как-то повезет может быть даже больше проектов которые тоже будут представлены на пичингах это в общем тоже возможность как-то обратить на себя внимание есть отлично хорошо теперь дальше вот люди да то есть мы видим что люди на самом деле есть механизмы какие-то да то есть какие-то социальные лифты на самом деле они тоже есть да то есть опять же когда там мы с тобой начинали не было там скажем такого количества учебника по сценарному мастерству да то есть на чтобы прочитать трубе надо было или там воглера или кэмпбелла тебе нужно было найти какую-то лошадь которая тебе этот учебник на английском языке привезет до из лондона или парижа да и ты сядешь еще выучить английский да и со словариком ты сядешь и его прочитаешь по-моему только в то время в свободном доступе была только книга линды сегар которую кто-то александра червинского а червинс червинский был до где подробно описывалось помнится каким каким шрифтом должно быть должен а нет это там к там как раз были да практически все полезные наставления но что забавно в первом и его издание и очевидно в голливуде на на тот момент ну по крайней мере значит не было центрального поворотного пункта да 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 вот и сейчас кирилла камилла ахметов выпустил новую книжку и там вроде бы это поправил уже как раз но это довольно существенно потому что там как раз проблема второго акта рассказывался даже на диаграмме там вот история шла шла без какого-либо перелома и без середины хотя вообще еще товарищ эристотель говорил что в истории есть начало середины конец у меня на самом деле вот этот подход ко второму акту всегда очень сильно озадачивал и у пресса скипа и у этого самого у господи кого это первый первый то учебник который в 70-е годы вышел а это я не помню не важно но смысл в том что в первый акт 25 минут второй акт час третий акт 30 или 20 минут совсем диковинно я помню 20 25 50 и 25 вот тоже тоже это как-то странно да второй акт в два раза больше чем чем первый и последний ну вот вот это кстати игнорирование середины истории она но и представлял проблему потому что когда мы видим историю в четырех актах но не может же середины истории не быть концом акта по всем статьям да и мне кажется что сегодня четыре акта это стандарт для и для телевидения для полного метра но мне кажется да но путаница в терминологии возникает тоже когда нам начинает быть что там и три акта фигня и на самом деле их 5 а на самом деле их то может быть 7 или там 9 вот я как раз всегда очень удивляюсь потому что конструкция она одна сколько бы актов не было то что если фильме 3 часа и здесь над может быть там 9 я не знаю словно говоря или но вопрос смотри вопрос в том что ты считаешь актом то есть если актам если исходить из вот этого подхода аристотеля до начала середины конец их всегда три потому что всегда одно начало одна середина один конец но дело в том что я например не считаю что акт это архитектоника я считаю что акт это движение управляющей идеей идея туда-сюда это может быть идея я тут как всегда не вижу противоречия потому что с одной стороны как можно считать и три акта не никто этому не помешает но это действительно на мой взгляд условность потому что середина история это важен важнейшая часть и можно рассматривать акт как единицу зрительского внимания когда чем чем длиннее фильм тем больше акт естественно да но в конце концов если так подумать в сериале сколько актов четыре умножить там на восемь до 32 акта восьмисерийной истории как никого никого это не смущает но с точки зрения пути героя даже если угодно когда мы говорим что у героя есть план а план b и план c то это все именно на четыре акта и раскладывается вот и здесь как бы ответ такой совершенно ясный по моему который примеряет все эти возможные парадигмы хорошо а вот что касается самого героя как тебе кажется есть ли вернее так скажу всегда ли герой одинаковый или он в разное время в разные эпохи должен быть разный герой а я не могу сходу ответить наверное 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 будет правильнее думать что в разные времена герои может быть разные а может быть и должен быть разный но потому что по литературе мы видели так сказать романтического героя какого-то там героя символизма там реалистического героя даже герой социалистического реализма и все что угодно но коли мы вот заявили темой нашего разговора современного героя мне кажется что я пришел гениальному открытию который на самом-то деле валялся под ногами но собственно ты мне и или не дашь соврать или обратишь внимание на то что так сказать ничего нового я прекрасно помню как данил дандурей говорил еще с конца девяностых дайте нам модели поведения кино должно показывать модели поведения там я с этим согласен полностью а и все были с этим абсолютно согласны но никто ничего не понимал а как какие модели как показать это и так далее тому подобное и я помню практически но наверно последние десятилетия как все продюсеры говорят самое главное придумать современного героя сам угол придумать найти современного героя откопать современного героя как он откопать стюардессу вот да 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 какой там рыжий толстый веселый там я не знаю заводной смелый там трусливый не знаю не знаю что и и вдруг меня недавно осенило что это же совершенно идиотский беспреспективный подход потому что ответ на то каким должен быть современный герой лежит в просто в понимании только того чем современный герой должен заниматься какие модели поведения как раз он должен демонстрировать и для меня этот ответ в общем в достаточной мере ясен современный герой должен объединять общество так не в том смысле что он должен там вести толпы за собой разумеется я не про это но модели поведения которые демонстрируют современный герой должны помогать объединение общества вот для этого люди должны быть похоже хотеть быть похожими на этого героя да как например эту а это уже задача драматурга к и вот здесь смотри мне кажется что наличие героя да то есть он всегда есть и наличие этого героя является определенным признаком мне кажется что есть является неким симптомом состоянии общества то что последние 20 лет фактически может быть у меня у тебя другое мнение но мне кажется что это так главным героем является данила багров ну пожалуй потом потому что другого не было предложено скажем так да а тебе не кажется что это не так работает что если есть запрос на героя то этот герой появляется тут мне кажется это вопрос первичности курица или яйца мы-то знаем что сначала появилось яйцо и она появилась за несколько миллионов лет до курицы да 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 вот по поэтому тут можно в это не упираться вот просто на мой взгляд например очень значимый современные герои дурак быковский но он не стал геон не он не воспринимает его и вообще я согласен с этим что вот по скажем так фильм фильм быкова он гораздо глубже и тоньше прият с огромным уважением отношусь к балабанова он гений абсолютно леонардо да винчи от кино вот но все-таки быков он более как бы более психологичный данила он такой плакатный и он такой нарочито плакатный но тут можно но там есть видимо запрос вот этот запрос он отвечает на вот этот запрос на справедливость да и и кроме этого на самом деле быковский героин тоже отвечает запрос на справедливость но не может стать народным героем человек который не победил а и быковский фильм это замечательная причина самом деле и совершенно потрясающая метафора но почему героем стал данила это как раз очень хорошо понятно и вот мы постоянно видим сейчас вот ну ты понимаешь о каких наверно примерах я говорю очень хорошие фильмы с блестящей к сожалению очень часто не до конца драматургией замечательно сняты замечательными актерами но то что называется авторским высказыванием она непонятно в принципе зачем все это было вот ты посмотрел вроде получил даже некоторые эстетическую удовольствие думаешь а зачем все это было а зачем это было смотреть а чему это учит учит не в дидактическом ради бога понимать что ты сказать то хотела жизнь автор да 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 и вот это тоже на самом деле я считаю это проблема драматургического образования потому что с одной стороны я прекрасно помню как я начинающим сценаристом тоже думал там что-то вот говорят про авторское высказание а что это нафиг такое что такое но вот ты показал как герой куда-то там бегать прыгать там ничего фильм там фильм показали значит деньги собрали там вообще там может критики написали замечательно вот то есть это это вещи которые либо так сказать некоторым мыслительным напряжением в голову приходит либо это вещи которым надо учить если ты хочешь создать индустрию потому что гений он там и сам народиться без всякого образования да а если мы хотим иметь когорту профессионалов то их надо образовывать но смотри если мы видим опять же да что в основе лежит целеполагание да то есть собственно что является целью и для автора что является целью для зрителя да то есть что зритель хочет получить от фильма и что является целью для героя мне кажется что здесь опять же до возвращаясь даниле багрову до запрос на справедливость то есть люди за последние 30 лет видели столько несправедливости и они настолько от этой несправедливости устали что запрос на справедливость очень велик а это безусловно но к сожалению герой который будет пока будет пока будут показывать героя который эту справедливость Творит В той или иной степени Да, мне кажется Что опять же Там в детективных сериалах У нас кто там справедливость творил Ну разные силовики Менты, прокуроры И так далее Но народ то же не дурак Народ то же видит и понимает Что большая часть этих силовики Отнюдь не справедливостью руководствуется И это ложь Люди этому не верят И появились другие герои, силовики Которые руководствуются тем, чем руководствуются Это пошел другой перекос Когда они все продажные твари И это тоже неправда Это тоже неправда Вот Так у меня мысль Следующая есть Как раз вот этот запрос на справедливость Который совершенно не только русскому народу присущ Это мы во всех фильмах видим И естественно Когда справедливость торжествует В общем за этими фильмами Все в кассы бегут Но у нас есть проблема Со справедливостью без рефлексии Я бы сказал Потому что Как вообще Среднестатистический такой человек Ведет себя сегодня Он чего-то хочет добиться Он сталкивается с каким-то препятствием Иногда со стороны условной Братвы Или силовиков Или государства Или я не знаю Конкурентов Кого угодно Он опускает руки Решает Что жизнь не удалась Он идет на митинг И кричит Давайте мы все разрушим До основания А затем И это какая-то Настолько стандартная И бессмысленная И беспощадная Модель поведения Что с этим Если угодно Надо бороться И не полицейскими А художественными Бессмысленными Наверное Потому что Суть пути героя В том Что герой идет К цели Через препятствия Это абсолютно банально Но он в общем Достигает своей цели И причем Достигнув своей цели Он изменяется Вот по сути Та формула истории Она Я же ничего не изобрел Да Но когда мы начинаем думать О том Как эту формулу историю Приложить к сегодняшнему дню И к нашей реальной жизни Вот здесь По-моему И вполне себе Начинает Вырисовываться И современный герой И современное кино Потому что Современный герой Он может быть с кем угодно Сантехником Академиком Военным Полицейским Врачом Учителем Вот Потому что Совершенно невозможно Составлять Современных героев Только там Из коррумпированных чиновников Там Значит Оборотней Содержанок И так далее И тому подобное Вот У нас Вот вся страна Перед нами Потому что Вот Алексей Греславский Рассказывал Как Собрали сценаристов И свели их с учеными И они все просто Обалдели Вау Это же столько сразу сюжетов Столько всего Сейчас Сейчас будем писать заявки Всех завалим Я не знаю Чем дело кончилось Но я сразу подумал Боже мой А ведь можно свести Там С врачами С учителями С трактористами Там с военными Абсолютно с кем угодно Вот Это как раз Вот Ну истории Ты знаешь Разных историй Потрясающее Огромное количество Мы делали Когда проект Дисциплина И мы тоже У нас было Отдельное занятие Мы Мы прям Застряли на этом То есть Мы шли Четко по плану И в какой-то момент Мы дошли до героя И там застряли Вот И я такой говорю Так стоп Останавливаемся Ищем героя Вот И И каждый Думал И предлагал И вспоминал Кого Кто Кажется им героем Вот И Хитров Антон Критик Он Вспомнил Говорит Вот мне кажется Вот есть такой герой Рыбалтовский Биолог Человек Который занимается Рептилиями Я нашел этого Рыбалтовского Связался с ним Договорился Об интервью Взял у него интервью Большое Обширное Вот человек Выбрал себе Нишу Да Вот он занимается Спасением Вот этих редких Лягушек И Только благодаря ему Какое-то количество Видов существует Сегодня на планете Только благодаря ему Да Потому что их типа Остается там Пять экземпляров Да Он берет их Разводит И как бы Дальше их Каким-то образом Выпускает И это самое Вот Но там ключевая сцена Есть Очень драматургическая В какой-то момент Наши депутаты Начали запрещать Вот эту историю Да Вот представь Как Соркин Был бы эту сцену Запрещают И ему говорят Все чувак Мы твоих Лягушек Аннулируем Да А ты Иди ищи себе работу Вот И он приходит В Госдуму Вот Говорит Это есть на ютубе Ролик С этой сценой Говорит Прочувствованную речь И потом достает А там смысл в том Что лягушка Там самая ядовитая В мире лягушка Когда она содержится В неволе И там определенный Пищевой рацион Она становится безопасной То есть она перестает Быть ядовитой Вот И он значит достает Эту самую ядовитую В мире лягушку Она такая красная С желтыми пятнами Представь Вот так вот Ее целует И кладет Обратно в карман Да Кульминация фильма Да То есть вот Вот он герой На ровном месте Да Никто его не знает Да То есть вот он За ним Его там полтора биолога Знают И таких героев На самом деле Дофига И вполне Можно их Как-то вытаскивать И классное Классное кино Про них делать Абсолютно Абсолютно Я вот сейчас Был в Барнауле Мы Разговаривали Там на телевидении Чего-то Ну Меня значит Пригласили Как Как заезжего Ньюсмекера Типа Вот И я вдруг Я вдруг Подумал А почему У нас Нет Жанра Интервью С простыми людьми С настоящими героями Ноунеймами Так сказать Которых никто не знает А В чем Их возможно Знают В их там Научной среде Рабочей среде И так далее На самом деле Вот Популяризация Современных героев Она потрясающе Важна Потому что Мы же все время Видим Только каких-то Этих желтых звезд С их скандалами Десятилетиями Кому они нахрен нужны Казалось бы Когда достаточно Поглядеть вокруг себя В общем-то Я начал делать интервью Каждый день Иногда Два интервью Несколько раз У меня было Три интервью За день Да И Оказалось Что людей Интересных Людей С интересными Историями Я брал Не 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 Звезд Каких-нибудь Да Не 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 Аллу Пугачеву Не Не Эминема Да А Людей У которых Есть Интересный Контент Вот Их Огромное Количество И они Никак не Кончались Да Все Есть 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 Люди Поэтому Герой То есть Смотри Есть еще Один нюанс Опять же Мы с тобой Часто Говорим О советском Кино В таком Положительном Ключе Но Мне кажется Что Есть еще Один важный Нюанс Советское Кино Оно Было Изолировано И Аудитория Этого Кино Она Была Изолирована Да То есть Все Те Фильмы Которые Я Немножко Застал Просто Тот Момент Когда Во В Гике Вот эти Просмотры Которые Устраивали Нам Еще Преподносили Как Типа Ребята Вы Нигде Не Можете Посмотреть Это Кино Век Не Забуду Как Нас Привезли В Госфильмо Фонд И Сказали Ребята Вот Из Архивов Достаем Показываем Вам Фильмы И Мы Еще Едем И Смеемся Такие Ну Не Эйзенштейна Женам Сейчас Будут Показывать И Нам Показывают Это Короткометражку Где Я Не Помню Как Она Называется Где Тетка Играет На Рояле Поет Морду Набить Из Эйзенштейна Вот Я Приехал Домой Залез На Торрент И Там Этот Фильм Был Ночь На Лысой Горе Анимационный Фильм Алексеева Тоже Он Там Был Все Что Нам Показывали Госфильмо Фонде Оно Все Сейчас Доступно То Для Людей Которые Занимаются Творчеством Доступно Любое Кино Они Могут Посмотреть Все Что Угодно При этом А доступность Убивает Интерес Это Так Но При этом Смотри Подход Герою Да Мы Можем Смотреть В Большом Количестве Американское Кино И У них Своя Парадигма Да То Есть У них Там Своя Атмосфера Да У них Свои Герои У них Свой Месседж И Своё Какое Представление Вообще О том Каким Должен Геро И Свои Темы Да То Есть Там Марвеловский Вот Этот Эта Серия Да Марвеловская Для Них Совершенно Понятно И однозначно Что это Фильм Об Ограничении Населения Да То есть Это Дискуссия О том Нужно ли Устраивать Геноцид Каждого Второго Убивать Или Можно найти Какие-то Другие Способы Для Нашего Зрителя Это Не очевидно Для Них Это История Про Людей Которые Сражаются Со злом В Европе Тоже Своя Атмосфера Да Свои Истории Свои Какие-то Темы Да Их Там Беспокоят Беженцы Их Беспокоит Терроризм Да В Америке Людей Беспокоит Расизм Да У нас Нет Этой Проблемы Ну Как бы Мы У нас Не было Так У нас Вернее Рабами Было Собственное Население Которое Ничем Не Отличалось Имело Те же самые Физические Характеристики То есть Расизма Не было Были Нюансы Был Антисемитизм Например Была Ксенофобия Связанная С Южными Республиками Но Такого Масштаба Расизма Не было Никогда В Японском Кино Тоже Своё Смотри Что ты Думаешь Об этом О влиянии Других Парадигм Они Усиливают Нас Или Они Ослабляют Нас Размывают Наши Вообще Представления О реальности За нами Известна Такая Привычка Обезьянец Всякие Вещи Так сказать От Каких-то Государственных Систем Болонской Болонской Системы Коммунизма Там И всех Вот этих Дел Как бы Мы Всё время Какую-то Бяку Норовим Тащить Вот Так сказать И В этом Смысле Возможно Какое-то Влияние Так сказать Не даёт Возможности Вокруг Себя Посмотреть Потому Что Мы вроде Как-то Искусственно Вписываемся В какую-то Там Духовную Парадигму Других Странно А вокруг Себя Просто Даже Не смотрим В этом Смысле Не исключено Я Не было Времени Предметно Задуматься Об этом Но Вообще У нас Действительно Так сказать Культура Карго Культа Вот В чём Мне кажется Кстати говоря Что наш Артхаус Это тоже Такой Карго Культ Да Там Длинные Планы Шепоты И крики Член Крупным Планом Да Вот что Нибудь Такое Есть А содержания Нет Да 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 Причём Есть Карго Культа Тарковского В том числе Который Погубил Много Кинематографистов Ну и так далее Хорошо Ребят Я вижу Там Полетели Комментарии Если Есть Какие-то Вопросы То Пожалуйста Задавайте Давай Посмотрим Ответим Так Давайте Франшизу Берусь Сделать В Екатеринбурге Ну Дайте мне Ребят Я обдумаю Эту мысль Она Как-то Так Спонтанно Возникла Хотя В принципе Мне кажется Подготавливалась Решим Порешаем Так Алексей Иосифович Планируется Летворческая Мастерская В Новосибирске И как туда Можно попасть Какие у тебя Мастерские В ближайшее время Планируются Вот мы сейчас Обсуждаем С Калининградом Киноакселератор Еще не договорились Окончательно Но Планировали Уже давно Потом у нас Будет Киноакселератор Опять в Барнауле У меня сейчас Год Алтая И это будет Киноакселератор Связанный С Нашим Донбасским Конкурсом И В принципе Мы Собираемся Ездить Везде Но Это уже Так сказать Предмет договоренности Потому что Там Это и с финансированием Как-то связано И с графиком В конце концов Потому что Это тоже Там Невозможно делать Каждый месяц Наверное Да Вот Поэтому Мы Мы собираемся Везде Но Так сказать Но по очереди Так Вот Комментарий Хороший Мне кажется Очень точный Багров Настоящий Он очень в русской Ментальности Он до сих пор Отвечает на запрос Постсоветского Общества С потерянными идеалами На место которых Пока еще ничего Не пришло Ну в целом Мне кажется Вы Более-менее Мы это и сказали С Лешей Так Вот Про справедливость И силовиков А вы не думаете Что кино Не только отражает Действительность Но и создает ее Показывая Хороших силовиков Мы создадим Запрос на них В обществе И исполнение Запроса Ну Смотрите Мы показывали Так сказать 40 лет назад Это Как это Скибрид Вылетел из главы Названия Следствие ведут Знатоки Следствие ведут Знатоки Совершенно Идеальными Ментами А потом Наступили 90 И что-то Пошло не так Слушай Ну у меня Есть что ответить Потому что Вы прям Когда мы Перезапускали Сериал Москва Центральный округ Мы сидели И три месяца Думали вообще А ну Зачем нам Это делать Вот содержательно Да То есть С одной стороны Там понятно Мы сейчас Деньги заработаем Там и так далее А зачем Какое сообщение И мы в конце концов Сформулировали Такую Такой фундамент Что мы хотим Сделать Такой сериал Который бы Менты Посмотрели И восприняли Бы как Модель Для поведения О Бинго Да То есть Сериал В котором Мент Там допустим Отжимается От пола В перерыве Да Читает книжку На вы Обращается К подозреваемому Там и так далее Да То есть Понятно Что они все Разные Они там И бухают И еще что-то И матом ругаются Но Тем не менее Все равно Это некое движение К идеалу И мне кажется Что это Ну насколько получилось Настолько получилось Вся страна Этот сериал посмотрела А Министерство Внутренних дел Рекомендовало Сериал Для просмотра Личному составу Поэтому Я как бы С вашим Комментарием Полностью Согласен И я думаю Что это В обе стороны Работает То есть Кино И отражает И создает Реальность Тоже Да Безусловно Просто Так сказать Такая лакировка Действительности Она не работает Почему Такой успех Глухарь получил Совершенно верно Абсолютно Показывало Реальных людей С их Настоящими проблемами Потому что Так сказать Не существует же Полицейских В вакууме Каком-то Они все живут В реальном мире С реальными проблемами Там есть Палочная система Там есть То, сё, пятое, десятое И вообще Хороший герой Он всегда Находится на грани Добра и зла На грани Тёмной и светлой стороны Когда мы Видим таких людей И когда мы Видим как герой Мучительно Выбирает Светлую сторону Вот тогда Мы в это верим Тогда За таким героем Хочется идти Такому герою Хочется подражать Ну такой вопрос Морального выбора То есть Но это Опять же Мне кажется Это наша задача Поставить героя В ситуацию Не тогда Когда он выбирает Между добром и злом А тогда Когда он выбирает Между злом И ещё большим злом Конечно Конечно А иначе получится Мэри Сью такая Мартин Сью Такой Так Вот хороший вопрос Людмила спрашивает Когда сценаристы Перестанут жить Быть как рабыня Из аура Живут хорошо Но прав не имеют Лёша Когда? Ну наверное Тогда Когда они начнут Становиться шоураннерами Вот Это так сказать Вопрос большой И сложный Но как раз Когда мы видим Вот это Непахонное поле Регионального кино Это вот Помнишь Когда Значит После После демократизации Начинались новые рестораны И были объявления Не берём с опытом Работы в советском общепите С авгиком не берём Вот Ну не авгике На самом деле речь Но мы прекрасно знаем Какие Так сказать Искривления Искажения Существуют В нашей индустрии И в нашей Индустриальной Так сказать Практике И если каким-то образом От этого Удастся Значит Уберечь регионы Где В какой-то степени И в каких-то местах Это может создаваться Почти с нуля Это как раз Очень Очень тоже Такая Важная задача Потому что Мы вот думаем В частности Запустить Годовой редакторский курс Потому что Редактор Это важнейший человек В киноиндустрии А мы Прекрасно знаем Как Редакторы могут Просто калечить Проекты И даже Даже совершенно Непонятно почему Ну просто потому что Они считают Необходимо поработать А у меня вот Есть принцип Например Там Как у редактора Работает Не надо трогать Как в том анекдоте Да Иногда Иногда просто сказать Все в порядке Замечания нет Да Да Вот Ты знаешь Да Измени Сколько раз На моих глазах Хороший сценарий Начинали просто Убивать Нарун Почему Зачем Это уже просто Слушай Я Вчера Прочитал Холливуд Репортер Большой материал Про двух Чуваков Которые Пишут Властелина Вот это вот Кольца власти Неплохой На удивление Неплохой сериал Который Становится Все лучше И лучше Понятно Что ожидания Там были Велики И Понятно Понятно Сложность Задачи Которая Перед ними Стояла Вот ребята Два парня Десять лет Работали В индустрии Ни одного Кредица То есть У них Нет Фильмографии Да Они Там Поработали Сям Поработали Да Где-то Диалоги Писали Где-то Что-то Переписывали Вот И когда Был Объявлен Конкурс На Собственно На Поиск Сценариста Да То есть Они Во-первых Смогли На этот Конкурс Попасть Да То есть Как работает Индустрия Они знали Что есть Этот конкурс Они на него Попали Да И они Вышли С питчингом Питч у них Звучал так Первые пять минут Властелина колец Питера Джексона Растянутая на пять Сезонов Им такие Продано Вот И дальше После этого Они полгода Им Короче Проходили Отбор То есть Было естественно Еще какое-то Количество Сценаристов И они После этого Еще семь Питчингов Прошли То есть К концу Они Свободно Разговаривали На альфийском На гномьем То есть Все Короче Да И вот Только через полгода Они получили Работу Да И понимаешь Да Что сейчас У них Все финансовые Проблемы решены На На всю Оставшуюся Час Жизни Да И После этого У них Тоже там Все будет В порядке Да То есть Вот Как бы Вот это Отладить Да Какой-то Механизм Механизм Такого Попадания Попадания В индустрию И в профессию Потому что Мне кажется Очень многие Талантливые Хорошие люди Они где-то На подходе Разбиваются Ну вот Это Это то С чего Мы начинали И то Как раз Что мы Планируем Внедрять В регионах Но Человек Который Собирается Стать Сценаристом Ему Можно сказать Только Словами Черчилля Никогда 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 Не падайте Духом Вот И что Успех Это способность Идти От корзины От корзины К корзине Редакторской От корзины К корзине Не теряя Энтузиазма Да Вот Потому что Если человек Не готов Терпеть удары Подниматься И идти дальше То Скорее всего Ничем дело Не кончится Так Наталья спрашивает Получается Разрыв между теми Кто может Акранизировать историю И теми Кто имеет Что рассказать Найти путь Объединить Этих людей Герой С востребованной Линией поведения Найдется Это Ну вот Вот как раз Эту модель Мы планируем Реализовать На нашем Донбасском конкурсе Когда мы принимаем Любые истории И их Будет сценарий Хорошо Как бы Будет заявка Замечательно Как бы Будет просто Материал для экранизации Соответственно Мы возьмем его И будем Придумывать Как это сделать Да Вот смотри Хорошее очень замечание Идеала не существует Мне кажется Что современный герой И должен быть Не идеальный В нашем обществе Черно-белая Ментальность Не прощаются ошибки Конечно А ведь каждый герой Человек Как мы сами Ну во-первых Ошибки прощаются Если мы видим Так сказать Даже не ради чего Они совершаются А когда мы видим Человека Который Стремится К чему-то хорошему И чего-то хорошего Добивается Более того Да Вот Потому что Так сказать К хорошему Стремились Там и Ленин С Дзержинским Вот Через этого вышло Другое дело Вот А именно Когда мы видим Какую-то вот Ненадуманную Справедливость Наверное В финале Так Меня интересуют Творческие мастерские Для тех Кто хочет заниматься Актерским мастерством Вот смотрите У нас Завтра Будет Лянка Греу Она актриса И она Запустила Свой Семинар В Лос-Анджелесе И в Москве Вот у нее Дождитесь Посмотрите его И у нее Спросите Как попасть На ее семинар Она очень крутая Так Сейчас Секунду А есть ли сейчас Запрос в России На исследование В кино И на ТВ Гендерной повестки Уход от образа Сильной женщины Феминистки В пользу традиционной Ну мне не кажется Что такой Запрос существует Потому что все-таки Наше общество Достаточно патриархальное К такому радикальному феминизму Сами женщины Относятся с иронией По большей части Вот Но Кто знает Как это придет Вообще Надо сказать Что и Женщина Сама по себе В современном кино Не то чтобы Сильно богато Представлено А вот Кстати Про это спрашивают Вообще Уход в сторону Женщин не помешает Устранение дискриминации Женщин в кино Но мне кажется Что вообще Сейчас Путь героини Будет Превалирующим Что сейчас Будет очень много Женщин в кино Намного больше Намного больше Чем сейчас Есть Хорошо Леш Большое тебе спасибо Еще раз Напомни пожалуйста Название сайта Куда писать По донбасскому конкурсу Можно набрать В поиске Гильдии сценаристов РФ По русски По латински Это CinemaWriter.ru Татьяна Если вы Сейчас Нас слушаете Киньте в чат Ребятам ссылку Так Хорошо Большое тебе спасибо Мне кажется Что мы очень Плодотворно поговорили Да И Спасибо за замечательную Инициативу Да Обсудим Я тебе Отдохну от конфы Потом я тебе напишу И мы это сделаем Все Давай Обнимаем Спасибо Ребят Пишите в чате Много-много-много Благодарностей Леша Все Пока Счастливо Пока